друзья сегодня ни капельки не военный ни разу не егерь и точно уж не и гермейстер ну хотя как бы опыт у меня приема алкогольных и других психотропных веществ и был моей жизни но я больше склоняюсь к тому состоянию которое есть чистая которая есть кайфовая которая в принципе есть у каждого из нас вот и считаю что очень важно сегодня поговорить о таком понятии как медитации это то чего я всю свою жизнь убегал отрицал и ни разу принципе не мог находиться в спокойном состоянии и принципе это правильно потому что то что нам неизвестно как правило за ним очень сильно много стоит большущего потенциала мощную мощнейш мощнейшего потока энергии и это то что нас движет вперед и непосредственно развивает и я даже не мог понять что раньше как это так можно было посидеть как минимум там даже не то что пять минут две минуты в спокойном состоянии я просто не мог себе представить на самом деле а на самом деле да есть такое и благодаря людям что есть такое понятие как медитация йога это то что я сейчас усердно практикую и считаю что было бы хорошо если бы каждый житель на планете земля практиковал такую такие терминологии своей жизни как медитация и непосредственно йога но йога еще заниматься точно не буду и медитации тоже как бы ну может следующий раз в следующем эфире я однозначно проведу медитацию пишите кстати в комментариях хотите ли вы чтобы я провел медитацию в своем исполнении ампула скажем так ну хотя опять же таки я невеликий в этом плане мастер но даже когда недавно я работал водителем водителем не такси видно что меня уже повысили кто-то меня заметил видимо где-то я во время открыл двери видимо я вовремя доставил какую-то посылку и так получилось что меня взяли семейным водителем и постоянно когда хозяева работодатели садились машинами спрашивали петь отчете такая вот музыка спокойная у меня сюда было вот я еще ходил с таким именем ты чуть позже уже поменял под нее можно уснуть как ты постоянно ездишь под такую музыку какая-то ноте интересно такая прям спокойная медитативная как ты так можешь постоянно управлять транспортным средством я говорю не знаю просто мне нравится я просто кайфую 24 часа на 7 и я нахожусь медитации в состоянии альфа и это классно потому что иногда конечно же хочется послушать какую-то драйвовую позитивную музыку прямо чтобы нас обескураживало но это в принципе такое же состояние как и кофе вызывает наверное то есть адреналин кортизол сертанин что нам еще надо поднять в нашей жизни то есть это как знаете как мы выпили кофе да мы кайфанули но через некоторое время этот кредит этот процент энергии что нам дался он забирается обратно и соответственно мы опять ищем какой-то как словно наркоман наверное выпить еще кофе или же как-то более-менее возместить свое состояние чтобы почувствовать эту эйфорию это адреналин вызвать обратно эти эмоции но тем не менее чтобы вот такое маятника не возникало существует понятие медитация медитация где каждый человек уходит внутрь себя и ищет эту золотую середину которая принципе не дает раскачиваться этому маятнику и чувствовать себя в принципе как я уже говорил в кайфовом здоровом состоянии а в здоровом духе я считаю что будет здоровое тело это не только как бы здоровое питание это и создать на позитивное мышление не потому что это позитивно и плохо хорошо или зло или плохо а потому что это дает большое количество энергии на раскрытие своего внутреннего потенциала и то же самое то что сейчас как бы происходит я не какой-то там аналитик просто скажу свое субъективное мнение прежде чем мы как бы заходим в новостную ленту будь то даже facebook instagram даже если это просто телевизором не знаю может еще кто-то пользуется телевизором ну да к сожалению наверное сейчас еще пользуется этими девайсами но я считаю что просто происходит война между братьями наверное сестрами война между славянами в первую очередь и мы не увидим там позитивных новостей потому что во первых это не интересно средства массовой информации потому что мы уже туда больше не будем возвращаться мы найдем другой канал где на что-то больше там адреналинит и вызывает кортизол и то что нас как бы раздражает нашу психику и вот мы больше склонны вот искать деструктивное состояние поэтому если мы уже и заходим как бы в новостную ленту канал телевизор то ну я бы конечно же считал бы что желательно сравнивать новостные каналы и они однозначно не должны быть сто процентов государственными а если сравнивать то наверное несколько каналов именно брать частного частной телекоммуникации и уже выводить свою какую-то позицию и не занимать скорее всего позицию наблюдателя а просто наверное благодарить за то что происходит потому что благодарить свое сознание за то что мы пребываем как бы в еще скажем так дуальном мире что мы вот делим что есть враг а есть вот не враг что есть вот там одна страна есть другая страна которая нападает друг на друга да благодарить за опыт пребывания в дуальном мире за то что мы как будет еще находимся в трехмерном пространстве и конечно же мы подхватываем эту эмоцию начинаем звонить своим знакомым а вот там произошло такое а там произошло такое это тоже энергия это то что нас тоже заряжает потому что это страх это вот эмоции как я уже говорил это вот ненависть злость это тоже все дает энергию потому что это определенный вид маятника это определенный вид эгрегор можно даже так сказать и тоже питает наше сознание не совсем правда полезным но тем не менее считаю что апрель месяц 2022 года покажет в принципе эту чашу скажем так кармическую весов но тем не менее чтобы сделать свой вывод необходимо вернуть свое сознание внутрь себя в сердечный центр который находится у нас в области груди и полностью ощутить свое тело и поблагодарить просто что мы вообще существуем в этом мире на этой планете что мы можем создать что-то делать и многие будут задать вопрос а как же ты можешь вещать о том что сейчас так происходит с такой позиции с такой спокойной точки зрения на самом деле я просто придерживаюсь наверное баланса который находится в природе то и в каждом человеке в каждом из нас именно с этой позиции я могу сказать что если я могу чем-то помочь заходя в новостную ленту или же там телевизор наблюдая за какими-либо новостями наверное буду так делать но наверное будет лучше если каждый человек сделает для себя вывод что если он будет находиться спокойном созидательном состоянии и будет высказывать намерение во время того как это когда он делает медитацию что эту медитацию я делаю допустим во благо всестороннего здоровья во благо мира во всем мире на самом деле это будет большущий результат и большущий объем информации которая будет заходить каждого из нас и даже сейчас я слышу как бы взрывы до которые происходят в радиусе наверное вот 20 там 30 километров вокруг меня но тем не менее я хочу просто пожелать каждому украинскому солдату каждому русскому солдату каждому волонтеру и всем людям которые причастны к этим событиям самому себе просто счастья любви добра и именно этого умиротворения который которое должно раскрыться в каждом человеке и возвращаясь к теме медитации я считаю что меня трудно было раньше посадить не то что там на 30 минут я не мог спокойно находиться там даже образно говоря две минуты пусть то я считал что надо постоянно что-то делать бегать суетиться то есть это все как бы беспокойство моего ума которая порождало действия для моего тела и тело уже такое просто ну когда ты уже успокоюсь я уже не могу эти все физические нагрузки эти все какие-то там духовные практики эзотерические какие-то там моменты эти все спортивные там достижения а когда ты просто поймешь что как бы ты не есть тело ты не есть даже сознание твои эмоции чувства ты просто есть душа душа это есть бог и мы все единое целое и когда кто-то на кого-то там что-то злится проклинает уничтожает поднимает руку автоматы ножи и тому подобное он подымать первую очередь это на себя на свое тело мы видим то что мы видим в отражении да когда мы смотрим в зеркало поэтому я считаю что медитация должна быть в любом случае в нашей жизни как минимум 24 часа на 7 но чтобы войти в это состояние состояние альфа сознания необходимо начать хотя бы практиковать там как говорил майкл роуч мой один из таких почитаемых духовных учителей что начните хотя бы с 5 минут потом 10 минут потом кофе медитации если вы пьете кофе здесь ничего плохого нет совершенно и все мы пьем кофе в кайф удовольствие и уходим в состоянии медитации а раздраженные не начинаем кого-то там теребить кому-то звонить спрашивать как дела ты видел что там произошло или еще что-то потому что это энергию чтобы управлять энергией надо как бы найти баланс внутри себя внутри человека чтобы управлять этой энергией потому что не если выпить кофе я в принципе сейчас возьму и буду что-то делать такое прям физическое прям невозможное потому что с этим надо тоже справляться и я тоже этому учусь постоянно поэтому начинать медитацию с 5 минут с 10 минут даже можно просто сесть в позу по называется по турецки мужчин нижняя рука снизу у женщин левая рука снизу самое главное чтобы был позвоночник ровный как будто как нас подвесили и можно закрыть глаза и просто даже если мы не осознаем у нас есть там сознание или нет или она сейчас где-то появится просто вот ощущать свое тело почему мы сидим не знаем но просто вот сели и находимся в таком состоянии если же конечно же кому-то такая поза неудобная мы просто садимся в позу лотоса я тоже как бы невеликий там йог у когда-то и практиковал можем руки положить так как удобно и по большому счету начать медитировать можно и не закрывать по большому счету глаза самое главное чтобы мы дышали через нос и выдыхали тоже но если же конечно же каналы у нас эти не работают то дышим через рот вот поэтому медитация должна быть я считаю также как просто часть духовной практики часть познания самого себя и я считаю что это мои личные субъективные мнения и личный опыт что всегда надо идти туда где неизвестность всегда надо искать что-то новое себе раскрывать себе потенциал потому что если же каждый день мы будем просыпаться так как просыпались вчера то это наверное будет мы не хождение по кругу пока мы не сделаем допустим там не запишемся на курс терпи там романовы энергия есть инстаграме такие потрясающие ребята которые за один сеанс исцеления в принципе могут восстановить полностью нашу духовную оболочку это будет подобно наверное как дню с руках кто смотрел этот фильм вот поэтому если же наш сегодняшний день был похож на вчерашний день значит надо что-то в нем менять здесь ничего плохого нету каждый день просто чтобы он как бы варьировался и менялся видоизменялся то есть сегодня мы практикуем йогу завтра мы практикуем там какие-то дыхательные упражнения посезавтра мы попробовали сесть медитации мы почувствовали что какая-то мне техника больше нравится и где-то я получаю больше счастья и удовольствия поэтому я считаю что медитация must be should be жизни каждого человека и я думаю что в ближайшее время я подготовлю специальную какую-то технику в плане медитации и проведем его друзья вместе поэтому желаю искренне желаю всем мира добра объединения я верю все свое будущее не только украины ну и в целом нашей планеты земля и до новых встреч всех люблю